Ленточка перерезана. Молдова официально начала переговоры о вступлении в ЕС. И что теперь? Мы через пару недель в Европейский Союз вступим? А если передумаем? А если они передумают? А это что получается, что у нас уже стандарты европейские? Что ж, давайте разбираться. Сегодня у нас полный гид по этапам евроинтеграции Молдовы. Итак, 25 июня Европейский Союз торжественно открыл переговоры о вступлении Молдовы в ЕС. Официально переговоры открывают на межправительственной конференции. На ней присутствуют представители всех стран ЕС и члены правительства страны кандидата на вступление. Конференция Молдова ЕС проходила в Люксембурге. Возглавил молдавскую делегацию премьер Дарин Ричан. По завершению конференции он заявил, что жители Молдовы ждали этого 30 лет. Ну а самого вступления придется еще подождать. Переговоры – это долгий и сложный процесс, который займет годы. Но их окончание вовсе не означает моментальное вступление в ЕС. Пока Молдова прошла политическую часть евроинтеграции и перешла к технической. Потом снова придется вернуться к политике. Звучит запутанно, так что обо всем по порядку. После первой подачи заявления на вступление в ЕС нужен политический консенсус среди всех стран-членов. Их лидеры должны единогласно проголосовать за предоставление заявителю статус кандидата. Потом точно так же единогласно надо проголосовать за начало переговоров о вступлении в ЕС. Это все политическая часть вопроса, которую Молдова успешно прошла. А вот дальше начинаются переговоры. Перед переговорами на межправительственной конференции представляют переговорные рамки. Это документ, определяющий цели переговоров, принципы их ведения, этапы, условия и прочее. В период переговоров страна-кандидат работает над внедрением европейского законодательства и европейских стандартов в своей стране. Власти страны должны соблюдать эти самые переговорные рамки. По сути, это не столько обсуждение условий, сколько время активного внедрения европейских стандартов. В случае Молдовы переговоры будут проходить по 33 главам европейского законодательства. Они разделены на шесть тематических групп-кластеров. Это фундаментальные основы, юстиста, статистика, права человека, финансовый контроль, внутренний рынок, внешние связи, конкуренция и инклюзивный рост, экология, транспорт и энергетика, ресурсы, сельское хозяйство и политическая сплоченность. Кластер фундаментальные основы самый важный. Именно с него Молдова начнет переговоры о вступлении в ЕС и будет их прорабатывать на протяжении всех переговоров. В этот кластер входят такие больные для Молдовы темы, как судебная система и основы права, правосудие, свободы и безопасность, госзакупки, статистика и финансовый контроль. Сложности добавляет и то, что ни одну из открытых глав переговоров нельзя считать пройденными, пока не закроются главы судебная система и основные права и правосудие, свобода и безопасность. Каждый год Еврокомиссия будет публиковать отчет с прогрессом Молдовы по каждой главе переговоров. Если будет замечен застой или регресс, за этим последуют санкции. К примеру, если в кластере фундаментальные основы будет застой, а по другим главам будет прогресс, то это создаст перекосы в процессе переговоров. В таком случае Еврокомиссия может предложить заморозить переговоры по некоторым главам. Такое решение примет Совет ЕС после того, как заслушает Молдову. Проще говоря, если у нас будут успехи в рыболовстве, а судебная система будет катиться в бездну, никто в ладоши нам за это не похлопает. Еще хуже, если Молдова серьезно и постоянно будет нарушать ценности ЕС, то весь процесс переговоров могут заморозить. Такое решение опять же должен принять Совет ЕС после заслушивания Молдовы. В любом случае, что отдельные главы, что переговоры в целом, конечно же, можно будет разморозить после того, как Еврокомиссия вновь зафиксирует прогресс в реформах. Как мы видим, начало переговоров о вступлении в ЕС вовсе не говорит о необратимости евроинтеграции. Самый яркий пример, которым очень любят пугать молдавские евроскептики – Турция. Стамбул начал переговоры о вступлении в ЕС в 2005 году, а в 2015 году президент страны Реджепте и Пардаган заявил, что Турция больше не интересуется евроинтеграцией. Сейчас переговоры заморожены. Тем не менее, официально Турция еще числится страной-кандидатом на вступление в ЕС. Остановить евроинтеграцию можно и по другим причинам. Вот вам пример. Швейцария подала заявление на вступление в ЕС в 1992 году, но позднее отозвала его сама же из-за результатов внутреннего референдума. Большинство жителей страны высказались против вступления. Это же произошло и с Исландией. В Молдове, я напомню, 20 октября пройдет плебисцит как раз на тему евроинтеграции. Ну, будем надеяться, что путь Молдовы в ЕС будет спокойным, хоть и долгим. В этом сомневаться вряд ли имеет смысл, даже в контексте российского вторжения в Украину. Обратимся опять же к примерам. Хорватия. Самый молодой член ЕС. Вела переговоры 8 лет. При этом у Хорватии был нерешенный территориальный спор со Словенией. Из-за этого переговорный процесс задержали на 10 месяцев. Спор решился при международном посредничестве. Три постсоветские страны, которые вступили в ЕС, Литва, Латвия, Эстония, одолели переговоры за 4 года, с февраля 2000 по май 2004 года. У Румынии на это ушло 7 лет. Швеции удалось закончить переговоры о вступлении всего за год, с июня 1994 по январь 1995 года. Но Швеция еще до начала переговоров проводила множество реформ и подошла к моменту евроинтеграции с устойчивой политической системой и стабильной экономикой. А вот Сербия ведет переговоры с 2014 года, то есть уже 10 лет. Но не стоит забывать о ситуации вокруг Косово. Это частично признанное государство, которое Сербия считает своей частью. Та же Молдова Косово не признает. Соседняя Черногория ведет переговоры о вступлении в ЕС с 2012 года. Власти Молдовы обещают, что мы станем полноправными членами европейской семьи к 2030 году. Ну что ж, посмотрим. Теперь о приятном. О деньгах. Реформа, а их для вступления в ЕС должно быть очень много, вещь не дешевая. Но у Европейского Союза есть инструмент помощи – преступительные фонды. До начала переговоров Молдова к ним доступ не получала. Посол ЕС в Молдове Янис Маджейкс в прошлом году говорил, что пока этого доступа нет. Но и без этого есть достаточная финансовая поддержка. Тогда же он уточнил, что пока не может сказать, когда эти фонды откроются и для Молдовы. Осенью 2023 года депутат Европарламента Карина Крецу сказала, что с началом переговоров откроется и доступ к фондам. Еврокомиссар Йоханнес Хан в мае этого года заявил, что Молдова получит доступ к преступительным фондам, если обязуется реформировать ключевые секторы, такие как судебная система. Начало переговоров не означает автоматическое открытие преступительных фондов, так как бюджет ЕС уже принят. В дальнейшем при пересмотре бюджета этот доступ могут открыть. Страны с открытыми переговорами в таком случае будут в приоритете. Также Дания уже выделила 20 миллионов евро на поддержку евроинтеграции Молдовы и Украины. Пару слов об Украине. Она тоже начала переговоры о вступлении в ЕС. Вообще Молдова и Украина до этого момента шли плечом к плечу. С разницей в несколько дней подали заявление на членство, одновременно получили статус стран-кандидатов, одновременно получили согласие Совета ЕС на открытие переговоров. И в один день их открыли. Но теперь наши пути расходятся. Процесс переговоров для Молдовы и Украины будет идти отдельно. Что логично, ситуации у стран разные. И каждой стране нужно подтягивать что-то свое. Опять же, в отличие от Молдовы, Украина находится в состоянии активной фазы войны. Перепрыгнем на несколько лет вперед и представим, что Молдова успешно закрыла все главы. Что будет происходить дальше? А дальше снова будет нужен политический консенсус. С Молдовой подпишут договор о вступлении в ЕС, и она станет присоединившейся страной с ограниченными полномочиями. Для того, чтобы стать полноправным членом ЕС, договор о вступлении должны ратифицировать парламенты всех стран-членов. Тенденция к росту числа евроскептиков в Европе в этом контексте выглядит еще печальнее. Те самые евроскептики, как правило, против расширения Евросоюза и включения в него новых членов. Но загадывать рано. До этого пройдет еще не один выборный цикл. Впереди у властей Молдовы, особенно у ее брифротического аппарата, много работы. Работы прибавятся и у нас. Поэтому следите за нашим сайтом Ньюсмейкер МД, нашими соцсетями. Мы есть в Ютубе, Фейсбуке, Телеграме, Инстаграме и ТикТоке. Ну а если вы хотите поддержать качественную журналистику в Молдове и нашу работу, то это можно сделать с помощью Патреон и единоразовых выпад. Все инструкции у нас на сайте. До новых встреч!